Еще смотрите, раньше человеку, чтобы погрузиться в какие-то тонкие энергии, ощутить их, нужно было прилагать множество усилий. И раньше какие-то эзотерические знания считались тайными и доступными, и лишь избранными, и много всякой ерунды и чепухи, и обычная любовь, которая объединяет всех и каждого, и энергия, которая доступна всем и каждому, которая пропитывает абсолютно все поле каждого человека на земле, разделяли на религии, на какие-то структуры и так далее. По сути, эта энергия доступна каждому человеку, чтобы жить в постоянной наполненности, силой и быть более счастливым. И люди тогда, если они соединяются с этой энергией, они более сильные, они более здоровые, и эту нацию тогда сложнее выжить с этой планеты. И если раньше человеку нужно было прилагать больше усилий, чтобы до этого добраться через какие-то определенные ограничения ума, то сейчас гораздо легче самостроиться с этими энергиями, потому что уже очень много людей прикасаются к этому каждый божий день, очень много людей чувствуют эти энергии, изменения на планете, и сама планета погружена в какую-то энергию трансформации, очень мощные потоки. И получается, что энергия влияет сейчас очень сильно на людей, и эта энергия сейчас сама присутствует на земле, и она вымывает все лишнее из человеческих душ. Все, что им не нужно для счастливой гармоничной жизни, то, что они копили веками, наверное, годами, поколениями, и что мы заметили. Мы как-то с подругой разговаривали про нумерологию, я не специалист в этом, у меня просто какое-то любопытство было, и все, наверное, знают квадрат Пифагора, где эти циферки, которые, если там дату рождения сложить, есть однерки, двойки, тройки, четверки, пятерки, шестерки, семерки, семерки, девятки, которые в жизни вам что-то дают, какой-то определенный потенциал, и где-то в общем есть двоечка, которая означает энергии, которые есть в потенциале рождения человека. И если до 2000 года рождались дети, у которых двойк могло не быть вообще потенциала этого энергии, потому что считается, что у кого там двоек две и больше, то они уже доноры, три двойки там, они уже могут автоматически исцелять эти лица этой энергии. Если до 2000 года рождались люди, у которых могло двоек не быть, могла быть одна двойка, там в зависимости, когда они родились, то с 2000 года априори уже у каждого рожденного ребенка есть одна двойка как потенциал. 2012 год две двойки, если они родились в феврале, три и больше, или какая-то дата присутствует с двойками. Дальше, 2020 год рождаются детки каждый день в 2020 году, у которых есть две двойки. Если они рождаются 12, 2, там 20, 22 числа, то у них три или четыре двоечки. И мы с вами приближаемся к 2022 году, где будут рождаться каждый день дети, у которых три двойки и более. Это исцеляющий мир, это дети сплошные доноры, получается. Каким энергией мы должны прийти к 2022 году? И поэтому сейчас, к этому моменту, мы должны проделать огромный пласт внутренней... Ну, работы не охота называть, внутреннего очищения и трансформации, чтобы освободиться от того, что больше нам не нужно. Как от старой одежды, от обуви, которая нам уже жмет, от одежды, которая мало. Вот, чтобы преобразиться и прийти к чему-то новому, более прекрасному, более красивому и более гармоничному миру на планете. Вот так вот.